Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о портативной колонке от компании V-King. У нас с вами сегодня в гостях модель V-King X10. Такая достаточно крупная и серьезная портативная колонка. Если вы впервые видите или же слышите вообще такой бренд как V-King, то это на самом деле не новичок на рынке портативных колонок. Бренд V-King уже достаточно много моделей представил. Это во-первых. Во-вторых, этот бренд у нас весьма популярен уже за рубежом. Но вот до нашего зрителя этот бренд пока что постепенно, потихонечку приходит и, в общем-то, обзаводится некой, так скажем, даже славой. Потому что колонки от V-King оказались весьма неплохи. Особенно они стали привлекать внимание, потому что предлагаются за весьма невысокую стоимость. И при этом они не такие же, как свои собратья по низкой цене. То есть они показывают не какие-то там, извините, призвуки, не очень хорошие качества в звуке, а наоборот себя показали как хороший музыкальный бренд, который способен дать музыку именно на хорошем качественном уровне. Да, конечно, бренд V-King у нас еще не догнал прям вот самых-самых лидеров рынка, которые у нас, извините, стоят сейчас неподъемных денег. Но за свои деньги, то есть за свою стоимость, дают нам хорошее качество звука. И, в общем-то, колонки этого бренда можно смело использовать, если вы хотите сохранить ваш бюджет. Ну и давайте, собственно говоря, сегодня поговорим именно об этой модели, потому что у нас с вами уже есть несколько роликов о других моделях от компании V-King. Если вам интересно, вы сможете посмотреть их на канале. Вот, значит, модель X10 это такой представитель, опять же, не мелкой портативной акустики, а скорее более такой крупной. И эта колонка у нас способна озвучить не только в помещении, то есть не только у вас дома или в квартире, но также ее можно брать к себе в частный двор, например, да, и слушать музыку, когда вы занимаетесь какими-то делами у себя на участке. Ну, либо же какое-то небольшое музыкальное мероприятие, или же, например, встречу с друзьями. Тоже такой штукой можно озвучить. У этой колонки имеется в комплекте ремень. Вот прям, прям вот старались, видимо, сделать что-то похожее по удобству использования, как JBL Xtreme 3, и тоже добавили ремешок. С ремешком, конечно, эту модель значительно удобнее использовать, если вы куда-то направляетесь на улицу. В этой модели у нас предусмотрено два варианта эквалайзера, то есть вы можете переключиться на некий вариант звука прослушивания дома и на улице. Немножко звучание различается, здесь, наверное, каждый просто подберет то, что лично ему нравится. Из хороших моментов у этой колонки хочется отметить, что у нас здесь имеется, во-первых, 4 динамика, два достаточно таких крупных, больших, которые имеют широкий диапазон звука, то есть и низкие, и средние частоты. Дополнительно у нас есть два высокочастотных твиттера в этой модели, то есть эта колонка у нас получается и по низким частотам хорошо звучит, и по высоким частотам она у нас тоже не теряется. Дополнительно к этому у нас есть целых три пассивных излучателя, то есть один у нас по бокам, точнее два у нас по бокам, точно так же, как у JBL Xtreme 3, а третий вариант, третий пассивный излучатель у нас спрятан еще с обратной стороны. Из интересностей у этой модели, можно сказать, есть такой некий тюнинг, когда мы с вами включаем эту модель, у нас включается подсветка клавиш, также мы с вами можем видеть индикатор батарейки в виде трех точек, то есть вы, условно говоря, понимаете, когда у вас батарейка начинает разряжаться, но самое интересное, что привлекло здесь внимание, это то, что у нас скрывается под вот этой заглушкой. Под заглушкой у нас имеется подсветка, то есть даже если вы находитесь в какой-то темной обстановке, то у вас, благодаря вот этим светодиодам, которые здесь есть, светодиодная полоска, вы сможете увидеть разъемы. Значит, к этой колонке мы можем подключить и какой-нибудь источник PAUX, дополнительно у нас эта колонка поддерживает воспроизведение музыки через карту памяти, вот, ну и заряжается эта колонка, что немаловажно, через порт USB Type-C, то есть в принципе вы ее можете подзарядить даже от пауэрбэнка. Кстати говоря, сразу скажу, что эту колонку я подключал к гитаре, естественно, здесь нужно немножечко постараться, потому что у нас, как правило, на гитаре, ну или же на каком-то музыкальном инструменте используется джек формата 6,3 мм, то есть достаточно такой толстый, в колонке у нас предусмотрен вход AUX 3,5 мм. То есть если вы приобретете некий такой переходник с 6,3 на 3,5, что в общем-то я и сделал, да, у меня такой переходник есть, если быть более точным, то я его даже спаял, вот, то эту колонку можно использовать для музыкального инструмента. Сразу скажу, очень важно то, что большинство колонок портативных, то есть не меньшинство, а именно большинство, у которых тоже есть вход AUX, к сожалению, не подходят для того, чтобы их хорошо использовать с музыкальным инструментом, потому что они либо звук выдают очень тихий, либо, второй момент, звучание даже по проводу у колонки отстает от реального воспроизведения звука, то есть вы на гитаре, условно говоря, что-то играете, а колонка вам вторит спустя некую задержку. И третий момент есть, это когда у нас сама портативная колонка просто не подходит для озвучивания музыкальных инструментов из-за того, что у нее звук, извините, испорченный. В этой колонке с этим все прекрасно, точнее не с этим, а наоборот, все хорошо. Она себя отлично показала при использовании с музыкальным инструментом. Как обычно это бывает, когда попадается какая-то хорошая штука, ты ее просто проверяешь, подключаешь буквально на полминуты, на минуту, чтобы посидеть. Но когда начинаешь слышать, как эта штука тебе подыгрывает и помогает играть на музыкальном инструменте, увлекает, и я, наверное, около часа просидел, играя на гитаре, подключенный, ну, то есть подключил свою гитару к колонке Viking X10. То для тех, кто ищет вариант портативный, это вот однозначно рекомендуется. К сожалению, даже вот некоторые колонки, которые имеют специализированный вход под музыкальный инструмент в лице Tronsmart, да, вот не будем скрывать правду, вообще не подходят для озвучивания музыкальных инструментов из-за того, что колонка просто, ну, не подходит по тембру для этого. Ну что же, самая пора подвести итог по использованию акустики Viking X10. Если честно, то об этой модели сложилось весьма положительное впечатление. Во-первых, хочется отметить то, что звучание у этой акустики достаточно хорошее и весьма мощное, что прям вот порадовало особенно. Я, как правило, уже привык к тому, что у нас акустические системы при максимальной громкости теряют, скажем так, красоту звучания и теряют мощность. То есть, начинают при максимальной громкости играть громко, но, к сожалению, без баса. Вот в этой модели Viking X10 у нас при максимальной громкости сохраняется бас. И это прям-таки очень хорошее достижение от производителя. Молодцы, что постарались и сделали. Основной плюс у этой колонки то, что она достаточно мощная в небольшом корпусе. Во-вторых, хочется отметить то, что у нее очень даже доступная стоимость. Как вариант альтернативы против JBL Xtreme 3, которая нынче у нас по-прежнему является хорошей колонкой, хорошим вариантом, но, к сожалению, с очень высокой стоимостью. Вот если вам хочется что-то наподобие JBL Xtreme 3, но при этом не так дорого, то обратите внимание на Viking X10. Отличный вариант, отличная альтернатива. И при этом по звучанию достаточно близко подобралась. Естественно, она не будет звучать вот прям точно так же, как JBL Xtreme 3. Это другой продукт, немножечко с другим взглядом на звук, но, тем не менее, как альтернатива по весьма доступной стоимости, очень даже хороший. Значит, недостатки. Давайте с вами немножечко по недостаткам вспомним. Основной недостаток, который лично я выделяю, это то, что немножко не хватает глубины в низких частотах. То есть, слегка не хватает вот именно такого мягкого баса. Но при этом колонка слегка компенсирует это тем, что дает нам очень мощный бас и достаточно хорошую такую отзывчивость и высокую динамику по низким частотам. Пусть и не очень глубоко. Не так же глубоко, как JBL Xtreme 3. Но при этом на улице эта колонка себя показывает лучше по звучанию. Как раз-таки за счет вот этого собранного баса. По средним частотам здесь все хорошо, здесь недостатков лично я не выявляю. А вот по высоким частотам, опять же, слегка хочется сказать, что такое резкое звучание. Но это только лишь в рамках стен. То есть, в рамках прослушивания в помещении. Если вы слушаете эту колонку на улице, то этот недостаток превращается, опять же, у нас в некий плюс. Потому что колонка более ясно и более четко дает возможность прослушивать музыку. Ну и еще один недостаток, который можно, в общем-то, к этой колонке добавить, это то, что ширина звучания здесь не очень высокая. Такой сложный параметр, он не каждому важен. Но кто вот обращает внимание на то, чтобы колонка звучала с такой хорошей стереопанорамой, то есть, чтобы было слышно объемный звук там, чтобы было ощущение там лево-право звучит, хоть и от противных колонок это сложно добиться. Но вот в этой колонке эффект стерео не особо воспринимается. И нету прям вот большой ширины звучания. Вот на этот момент обращайте внимание именно те, кто на это акцентирует свое внимание. Если вы об этом слышите впервые, то, в общем-то, не считайте это минусом. Это просто, в принципе, естественная штука для портативных колонок. Там, где мы слышим более такой широкий стереоканал, скорее всего, это добивается немножечко неестественным образом. То есть, за счет того, что в работу включается процессор, который дает ширину звучания, широкую сцену, но при этом немножко может портить звук. Так что, если вы раньше об этом не заморачивались, то и сейчас не относите это к минусам. Ну и, конечно же, плюс в том, что эта колонка получилась хорошая по звучанию. То есть, здесь нету каких-то явных недостатков, нету каких-то дребезгов, нету посторонних шумов, нету шипения в звуке. Все хорошо. Со звуком здесь получилось отлично. По красоте звучания, как я уже сказал, здесь немножечко колонка не дотягивает до JBL Extreme 3 или, например, Sony XB43. Вот именно по красоте какому-то, да, вот по каким-то переливам. Но зато, зато эта колонка вам достанется по вполне себе красивой стоимости, в отличие от более дорогих продуктов. Вот. Что еще добавить по этой акустике? В целом, я уже, наверное, сказал все, что хотел. Продукт получился интересный. Рекомендую как альтернативу против JBL Extreme 3. Ну и, в общем-то, на этом будем заканчивать. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч и до новых видео. Всем пока.